Русская душа, щедрая душа. Нас обманывает, а мы себя ругаем. Вроде сами виноваты, не углядели, надо было быть внимательнее. Вот и в нашей ситуации человек работы искал, хотел денег заработать, а в итоге сам им заплатил и еще и виноватым остался. Тяжело самой себе признаться, что так легко обманулась, но еще тяжелее всем об этом рассказать. А наша героиня рассказала, так сказать, предостерегла других от этого мошенничества. В поисках работы я купила газету и нашла там подходящее мне объявление. Зарплата хорошая, что принимают даже пенсионеров. Я позвонила по телефону, который был указан в этом объявлении. Да, требуются работники, приходите, мы вас оформим, приносите с собой все документы, которые нужны для оформления. Только сегодня последний день. Я заметила, что на двери висит табличка совсем другой фирмы. Ну, менеджер долго не разговаривал, потребовал сразу денежную массу, взял деньги, подсунул мне договор. А сколько денег он с вас потребовал? Потребовал 500 рублей за оформление документов. Когда я ему отдала денежную массу, так он выразился, прочитать договор он мне не дал. Сразу его у меня выхватил, стал прикреплять квитанции к этому договору. Потом стал мне навязывать резюме. Он сказал, что безразумие сейчас на работу не принимают и давайте еще 490 рублей. Придя домой и прочитав внимательно договор, я поняла, что я подписал не трудовой договор, а договор на оказание информационных услуг. А это меня не устраивало. Поэтому я написал претензию и на другой день, утром, отнесла эту претензию в офис. Менеджер подписала претензию и сказала, что этот вопрос будет решаться через 10 дней, чтобы я позвонил. Через 10 дней я пришла к ним в офис, но мне было отказано в устной форме. Дали телефон начальника, но этот телефон не отвечает и начальник в офисе не появляется. В данной ситуации налицо факты информационного мошенничества. На наш взгляд в суд обращаться нецелесообразно, так как в данной ситуации гражданке были предоставлены информационные услуги. И ответчик в суде может доказать, что он их предоставил. Можно от такого договора отказаться до момента его исполнения. Есть такая статья, она в законе РФ в защите прав потребителей в Гражданском кодексе. Но в данной ситуации эта статья гласит о том, что ответчик должен доказать фактически понесенные расходы. Если он сможет в суде их доказать, например, 500 или 1000 рублей, тоже резюме распечатать и показать в суд, то данный иск будет несостоятельным просто. Чтобы не попасть в данную ситуацию, либо по трудоустройству, как говорят, либо, например, по аренде жилья, для начала, если вам предлагают заплатить какие-то денежные средства, сразу нужно задуматься об этом. То есть работу не выполнили, услугу не оказали, а деньги уже требуют. И, во-вторых, обязательно читать договоры. Если организация не выдает договоры, говорит, подпишите его здесь, а потом вы его прочитаете, лучше сразу разворачиваться. В этом случае пахнет мошенничеством. И если вам выдают договор, можете даже в несколько организаций сходить, и эти договоры принести к юристам, и с юристами посмотреть. И дальше уже решить, нужно подписывать его или не нужно. И денежные средства, конечно, должны просить данной организации после уже исполнения, ну, например, договора по аренде жилья, после того, как вас заселили в квартиру. Безвыходная ситуация для тех, кто уже попался. А вот так ли легко к ним попасть? Это я решила проверить на себе. А вот 500 рублей за оформление... За оформление полного пакета документов и за оказание наших услуг. Гарантии вашего трудоустройства будет являться договор. А вы кадровое агентство, да, или как это? Мы не 5 агентством, мы являемся центральным отделом кадров, который работает по срочным заявкам. Гарантии будет являться договор. Странно, конечно, за что же все-таки платить? По словам девушки, платим за оформление документов. А в итоге получаем договор на оказание информационных услуг, которые явно не являются гарантией, как нам было сказано ранее. И вообще странно, что это за кадровый отдел, работающий по срочным заявкам? Конечно, люди виноваты, но ведь это не снимает ответственности с тех, кто их обманывает, и с тех, кто не хочет с ними бороться, лишь потому, что у них к договору не подкопаешься. И помните, жить с душой, но к работе подходить с головой.